Привет, я рисую. Сейчас я сниму, как я рисую красиво. И я не знаю, сейчас мне где положить лицо. И снимаю видео. Сейчас я тоже шапочку нарисовала. Если вы нахотите, я вам покажу. Вот сейчас и посмотрите. Вот так вот и нарисовала, напиши в комментариях. И красиво нарисовала. Сейчас я мою колу покажу. Опять, как я и говорила, я в нем нашла моя сестра, чтобы положить поставку. И я сейчас танцую с шапочку, пас, мне пополняется рукаец. И мама мне танцает сердце. И как мы говорили, что мы говорили. Вот, потому что я в фрусинске говорила, что белый, что порыла, он не знает. А может она ласковый тес, вот ей сказали, что на звенку Тихан принесет. А она сказала, что я не знаю. И вот так вот рисую сейчас шапочку. Дорисую и посмотрите. И вы сейчас посмотрите. Подождите, я дорисую и посмотрите, как я дорисовала его глаза. И рот, и шапочку всем. Пока-пока. Всем привет, друзья мои. Каждым днем я чувствую себя лучше. Делаю сама себе уколы. Детей накормила пиццей. Дети у меня рано встают. Пол девятого уже у меня в девять завтрак. Моим деточкам. Йогу я не делаю, потому что... Вот сейчас хочу сделать попозже, потому что немножко на себя неважно чувствую, как вы понимаете. И с утра кормлю детей, а потом уже занимаюсь собой. Да, блинчики я бы тоже сейчас приготовила, но в такую жару мне хочется водиться. И так очень-очень жарко, вы сами понимаете. А вот взрослые мужчины, видите, у меня поели по кусочку пиццы, эндеру и минерали я готовлю. Решила сделать хачапури. Они говорят, тостеры сделай. Я говорю, нет, тесто я вчера так много сделала. А вечером мы планируем пойти в Мерсинфорум. Ну, потом посмотрите, что мы там будем делать. Мне уже легче. Нужно показывать сыну город. Днем это делать невозможно из-за жары. Так что выйдем, наверное, часов после шести. Что мы делаем? Ирма кушает кашу. Видно, у меня завтракают. Мари у меня читает. Потому что Мари хочет хорошо учиться в школе. Чтобы учиться в школе, нужно читать, не забыть буквы. На ночь я повесила стирку. У меня уже все высохло. Друзья мои, я хотела бы с вами поговорить. Себя не хочу показывать, потому что... Не в лучшем виде я, когда болеет человек, сами знаете. Я читала ваши комментарии и была в шоке от некоторых. Знаете что? Я не знаю, откуда вы берете такую информацию или придумываете об отношении Дыра к моим внукам и ко мне. Но поймите, что... Я помню свое детство, когда я тоже ездила куда-то. Или к тете на каникулы. К бабушке мы ездили. То же самое происходит и сейчас. Неужели вы не забираете детей своих внуков, своих внуков к себе на отдых? Вот некоторые, я даже знаю, ездят с ними на курорт. Но я же привезла их в свой собственный дом. Я не забираю детей у родителей. Я просто их привезла на отдых. Я побыла у себя, но у меня был не отдых. У меня было ужасное что-то. Беготня за документом и все. И я сейчас здесь намного больше отдыхаю, чем я бы отдохнула там. И сына я привезла. Потому что сын еще не знает, где я живу. Никогда не был. И я сейчас больше общаюсь с сыном. Много разговариваем. Он мне очень помогает. Что вы видите в этом плохого? Скажите, пожалуйста. Что я смотрю за своими внуками. Я такое наслаждение получаю. Что вы так нервничаете? Мой эндер не устает. У меня дома все в порядке. Я не обременяю его ничем, не играми. Он хочет с ними играть. Хочет, не играет. Вы не беспокойтесь. Пороснитесь вы. Отчинитесь. Никуда эндер мой не убежит. У меня дети нормальные. Каждый занимается своим делом. Дети есть дети маленькие. Мы посмотрели бы на других детей. Вот мы вчера были в парке. Как они орали. Им скажешь, они орут, допустим, кричат. Им скажешь, и они успокаиваются. А эти нет. Более капризные, сбалованные. Не переживайте ради Бога, мои дорогие. И не придумывайте себе каких-то сценариев, что я там, что будет со мной потом. Конечно, мне очень приятно, что вы так переживаете за меня. Но не переживайте. Я делюсь с вами своей жизнью, тем, что есть. Ну, а то, что вы обсуждаете там некоторые там за дочь. Ну, у каждого я поэтому не хотела ее показывать. Правильно и сделала. Один-два раза показали. И там какие-то там уже выводы у каждого свое. Поэтому лучше действительно не показывать. Ну, говорите. Это ваше право, ваше мнение. Ну, очень прошу вас, только не обижайте моих гостей, кто у меня участвует в моих видео, и мою семью. Не переходите на оскорбления там или что. Я этого просто сразу говорю всем, что буду ставить в банк, если будете переходить на оскорбления. Вот хотела бы с вами поговорить. Я просто вчера буквально на полчаса у меня было времени попасть на комментарии, и я была в шоке. К сожалению, больше всего очень хороших комментариев, доброжелательных, но есть и такие, которые вот именно лезут везде, везде, везде. Я просто удивляюсь таким людям. Бог вам судья. Счастья, мира и здоровья. Пошли мы на прогулку. Микой дотали. Косички мои, девочки. Бабуля все сделала. А вот и я. Друзья мои, такая жара в Мерсине. Мы несколько раз душ принимаем. Это пипец какой-то. Сейчас 7 часов только смогли выйти в дом. И уже 100 раз. Очень жарко. Мы пришли в форум. Давно-ка я здесь не была. Версин форум. О, здесь переполнено. Мы пришли в ресторан кушать. А, блин, разговариваем. Что ты мне разговариваешь? Да, тепло, классно. Сделали покупки для сына. Только для сына. Потому что уже подошли к концу. Форум закрывался. И мы сняли ему, что нужно было купить. Сейчас пришли покушать. Да. Кто укусил? Открой Мераби салфет. Покажи, что там. Да кто тут укусил на хлеб? Подними, подними. О, е, мясо. О, да, мясо. Моя любимая мясо. Сейчас что-нибудь я буду делать. Сейчас научим вас, как делать. Да. Нравится турецкая кухня? Да. Мерабчик, нравится? Да. Приятного аппетита. Ирмочка кушает тоже. Этот ужин нам обошелся 350 лир. И для бутылки пива еще будет. Субтитры сделал DimaTorzok Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.